Можно вот этим вот как раз, режутся даже тарелки пластиковые под вот там вот, под оксием. Да, речь идёт, дамы и господа, о ноже Скиф, как его там, Гриффин. Я всё время, когда говорю Гриффин, вот эти мультики вспоминаются, Гриффины, короче. Заметьте, какая у нас пацанская туса, что-то Скифовская какая-то туса получилась. Это у нас тоже Скиф. Это у нас тоже Скиф, Скиф малый и универсальный. Это подаренный мной, Олегу, Скиф Гриффин на Новый год, полгода уже ему. Что можешь сказать про этот нож? Отлично. Прошёл всё. Огонь, воду и медные трубы. Да, сбалансированный, уверенный, жёсткий, с толстым обухом, очень острый, вообще отличный. Ну да, как-то так. Ножи как бы, в принципе, украинские. В принципе, в Китае это сделанные. Ничего в них нет особенного. Это у нас спонтанное включение, дамы и господа. Я вот сейчас не буду показывать лицо Олега, чтобы он не, как это сказать, не стеснялся. Но он тогда начал мне рассказывать хорошо про свой нож, что мне захотелось включить камеру. Просто много разговоров таких интересных. Они как-то вот уходят помимо. Хотелось бы это всё как-то за, как это сказать, увековечить в плёнке, в цифровой. На самом-то деле. Кстати, вот как ты... Ой, какая штучка прилетела на АТБ-шний пакет. Прикольно. Да. У нас, как всегда, ребятки, турбаза наша. Дрова уже скоро, кстати, ну не скоро, но минут 20 они уже прогорят. Надо будет что-то делать. И вот пока мы будем что-то делать, Олег, скажи мне, пожалуйста, как ты вот увлёкся ножами? Я нашёл свой первый нож в парке. Так. Какой это был нож? Складной нож, который китайский Гранд Вэй. Так. И с тех пор я понял, что нож должен быть в руке. Или в худшем случае на поясе. А Гранд Вэй он какой был? Кривой-косой или классный? Кривой-косой, ужасный, страшный вообще. И очень большой, складной вот, очень большой Гранд Вэй. Он был покрашен в камуфляж серый его. Видимо, его покупал какой-то суровый такой ножеман, которому только исполнилось 18 лет, которому хотелось... У него дико гуляло лезвие. Оно вот... Причём ты приходишь такой домой с работы, и жена говорит, мне надо хлеб порезать. Ты говоришь, так достань вот нож. А она достает одну ручку. Говорит, а где лезвие? Оно пошло погулять. Пошло погулять. Он был ужасный, очень плохой. Меня с ним принимала сразу же полиция. Это ладно. Что, такое было? Да, вот, да. Серьёзно? С первым ножом я уже был в бомбике. Расскажи. Ну, всё было крайне просто. А покуда это был мой первый нож, я им готовил шашлык у себя же в кафе, пока я работал руководителем кафе. И я его повесил на пояс после приготовления мяса на день города, или переднем города, точнее, это будет более корректно. И, вернувшись на свой район, став выпить пиво с друзьями, меня принял вот беркут с этим ножом. И пытались заказать, что это холодное оружие, что я им должен много денег, чтобы они меня отпустили. Но когда поняли, что у меня их нет, они меня отпустили. И нож вернули. Какая прекрасная история. Прямо как эта бабочка. Так, ну, что было дальше? А что было дальше, я понял, что это не совсем хороший нож. Или совсем нехороший нож. Кстати, как ты относишься к фирме Grandway вот сейчас? Ну, отношусь не сильно хорошо. Потому что я не верю в фирму Grandway. Всего лишь. И там моя алкашка идет сюда. Да. Поэтому я отношусь другим ножом. Вот, к примеру, к скифу. Очень сильно хорошо. У них сейчас, кстати, чувак, ударились в бюджетную линейку. Они поняли, что даже вот такие ножи сейчас в нашей стране, ну, вот, честно, не особо покупабельные. Покупабельные, новое слово придумал. Там у них цена в рознице где-то получается 600-700 гривен. И их не особо берут. Поэтому у них сейчас там еще новый какой-то скиф плюс, по-моему. То есть ножички такие вот вообще-вообще бюджетные. Там где-то гривен 300 стоят. Ну, попроще, конечно, чем вот этот. Так что, ну, печально на самом деле. Мне хотелось бы вот больше вот на тему такого вот. И у меня, кстати, складной скиф прокси на кармане. Помнишь, за которым я тебе еще просил купить такой зеленый? Да. У меня сейчас уже полгода там мне говорили, что типа в G10 будут какие-то выработки с одной стороны при открытии и закрытии. Но никаких выработок я показывал это в видео, нет. Ну, это я отвлекся дальше. Вот по поводу. Ты говоришь, ты понял, что нужен нож на кармане. Дальше что было? Я начал покупать модные ножи. Всего лишь. Какой первый был твой модный нож? Первый модный нож это был гербер. С рейтером. Но он на картинке казался большим. А когда я его получил в группе, он оказался дико маленьким. И вот меня устраивало все, кроме того, что он сильно маленький. Олег. Да? Можно вас потревожить? Конечно, можно. Вы влог снимаете? Да, мы про ножики снимаем видео. Это классно. Я у вас хотел мачек позвечить. Мачек? О, да конечно. У нас все есть. Хорошим людям мачек. Извиняюсь. Все отлично. Наши придут, мы вам конкретно пачечку вернем. Честное слово. Спасибо. Просто наши все ушли и полболка с собой забрали. У нас секретки есть там со стороны. Вы сейчас нас заберем. Мачек, короче, пользуется спросом наш. Смотрите, кстати, сколько мы им дров нахерачили. Мужские темы всегда пользуются мужским спросом. Да. Нормально абсолютно. Горячее можно? Горячее? В угли прям вообще. Ну так можно чуть поворошить угли? Как срубить? Ну рубить можно все что угодно. Спасибо. Конечно. Вот. И после Гербера, который оказался сильно мал, хоть и очень удал, мне захотелось покупать более крупные, более солидные и более увесенные ножи. А еще мне захотелось после всего этого метать ножи. Есть одна история. Кстати, да. Как я к этому пришел? Да. Никто не поверит, но это было. Я работал в командировках в Симферополе. Пока Крым был еще наш. Так. Это был 12-й год. Крым был еще наш. Не 90-й, так сказать, это был 90-й год. Да. 12-й. Я уезжал домой в очередной раз и сидел на остановке. На классической советской остановке, которая вот в любом городе есть, вот та самая, которая столе стоит. И напротив этой остановки стояло большое и сочное дерево с очень широким столбом. Ты прям как про девушку расскажешь. И у меня зачесалась рука, что мне захотелось, чтобы в этой руке появился метательный нож, хотя я не понимал, как его метать вообще, как его бросать, а чтобы кинуть в это дерево. я понял, что что-то я освоил новое, что-то я вот хочу того, чего не умел и того, чего не знаю, но хочу дико. И приехав в город, я сразу же на следующий день побежал и схватил первый металлтельный нож, который вот вообще был в продаже и начал тренироваться. С подземного перехода, наверное, какой-то, да? А, не совсем. Из студии заточки ножей. Ух ты! Ну, это был Грандвей. Это был Грандвей. Опять Грандвей! Опять Грандвей. С серрейтером, но метательным. Я такого чуда не видел никогда больше. Это вот было именно... Не, ну метательный нож с серрейтером, это вдруг ты его будешь метать через, знаешь, какие-то... Как у этого в Resident Evil лазеры были, а то стропы парашютные, чтобы он пока летел, еще разрезал все на своем пути. Ну, я тренировался, я попадал, мне дико нравилось. И потом я познакомился с одним чудесным скидхедом, его зовут Стелс, который мне сказал, что если ты хочешь научиться метать, то у тебя должно быть минимум три ножа. Один и тот же нож метать бесполезно. Только разный сэгент, только разный геометрия, вес, ширина, длина, там и все прочее. И я тогда начал закупать метательные ножи и тренироваться. Вот, поэтому на сегодняшний день дико люблю ножи складные и дико люблю ножи метательные. Это мое, это мое хобби и когда нож попадает прямо в десяточку с расстояния в пять метров не впритык, я получаю этот кайф, который получить ничего больше невозможно. Так что вот, так что вот. В общем, дорогие друзья, на этом все, мы заканчиваем наш влог о ножах. Нам пора уже жарить, мариновать мяско. С вами был я все-таки покажу твое лицо Олег, да, ножи скиф. Еще разок воткните лайк, подписывайтесь на канал, увидимся, пока.